Из книги «Открытым оком», том 7, тема Латкин книги, вопрос 1903. Как-то читала, что вас назвал журналист бунтарем. Это не оскорбительно для верующего. И хотя вас не обвиняют в обычных грехах, в каких так многие из священников повинны, но за вами еще больше числится. Вы все время бунтуете против порядка в церкви. Но не нами же они заведены. Человека остепеняют возраст, женитьба, тюрьма, болезни, упреки друзей. Но на вас, как неизвестные эти лекарства, в кавычках, нисколько не подействовали. Или вы действительно обладаете совершенной истиной, или одно нечеловеческое упрямство и гордыня, как у протокопа Авакума. Желание всегда настоять на своем. Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Иеремия 13, 23. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Этот стих из Библии относится не только к тому, что отделяет от Бога, но и к тому, что прославляет его. Негр и барс, они получили такую природу и изменить ее не могут. Рожденный от Духа Святого, отдавшийся на служение Христу, он точно так же несет в себе специфические качества родившего его. Привыкнув идти только по Библии за Христом, человек не может быть другим, доколе его не оставит Господь. Мое рождение свыше было не в монастыре, а у раскрытой Библии на коленях. Кто не связан был византийскими и монастырскими узами, кто не родился в рабстве и познал Дух Свободы, тот имеет свидетельство в самом себе от Бога, что он прав. И уступить иному, неверному тому, что уводит от Писания, это было бы предательством. Люди даже в большинстве склонны ошибаться, ибо очень часто руководствуются не Духом Святым, не Библией. Иоанна 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которые от единого Бога не ищете? 1 Коринфянам 4, 3. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Галатом 1, 10. У людей ли я нынему ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. На поповскую ненависть и на их ярлыки, на свои заплаты я уже давно не реагирую. Они злобятся, а вы повторяете их несуразные и поносные слова в мой адрес. Наши книги все в интернете, сотни, а может быть и тысячи, а может и тысячи людей с ними ознакомлены, и ни одного упрека с доказательством моей неправоты нет. Это разве ни о чем не говорит? Кто прочитал, все замерли. Причина тому есть. Прямо восстать, значит, они должны сказать, что они не верующие Христу и Писанию. А добрить же мною изданное Духа не хватает. Они эти книги будут читать, будут их хранить, и особенно, когда меня не будет уже на земле. Святых тоже обвиняли в неправославии. Иероним Стридонский, день памяти, 15 июня. Сам величайший защитник православия попал под топор тогдашней инквилиции. Меня ежедневно спрашивают о моей вере, требуют письменное исповедание. И отвечаю, они не верят. Григорий Богослов, день памяти 25 января. Весь народ, день памяти 25 января. Народ ересь принимал за истину. А еретиков почитал, как истинный христиан. Только бы нам и одетым не оказаться ногами. 2 Коринфянам 5.3 И мы оказались внизу, а не наверху. Потому что мы согрешили пред Господом, Богом нашим, не слушая глаза Его. Варуха 2.5 Засеянные поля внезапно явятся, как незасеянные. И полные жидницы окажутся пустыми. 3 Езда 6.20 банк. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что в земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана архиереей. Церкви Божьей и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царства Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, не помилую их, ибо они учат учением человеческим. И языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Настольная книга священноначалия. Третий том, страница 601. Сказано, что врата адовым не одолеют церкви. Но нигде не сказано, что в России сохранится церковь. Россия может окончательно потерять ее, епископ Афанасий. Вникай в себя и в учении, занимайся им постоянно. Ибо так поступая из себя, спасешь и слушающих тебя. 1 Тимофея 4.16. И в этом учении об истине православия ничего не знают ни пастыри, ни прихожане. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Деяние 28.22. Во времена же Григория Богослова любая кухарка, покупая что-то у Арианина, забывала о детях своих и то, что торгует, но часами могла доказывать истинность учения Пресвятой Нераздельной Единосущной Троицы. Тогда все места села и городов превратились в училища и места диспута. А ты иди и благовествуй, Лука 9.60. Несмотря на запреты властей мирских и духовных, заключая, что через поколение, много через два, истякнет наше православие, если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. И наконец-то совсем кончится, останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник, 1863 год.